Это непонятно? Обязательно задать вопрос. Мне непонятно сказать. Так, три поклона положим все-таки. Господи, благослови наши занятия. Прибойте с нами, Владыка, чтобы мы тебя встретили радостно, как жители Иерусалима, в это верное воскресенье. Аминь. Аминь. Сразу начинайте по делу. Второе послание к Коринфянам, святого апостола Павла, пятая глава, чтобы детей эти закрывали. Хорошо. Девятый стих. Пятнадцатый стих. Четырнадцатый, пятнадцатый. Сидите так, знаете, что давайте пересядьте, чтобы мы с туда лицом были все. Это правильно. Вы как-то закрывайте двое, перейдите сюда. Вот туда садитесь, там много мест. Туда, может, и скалейшку. А если найдут калейки, то лицом придется сюда сидеть. Вот сюда садитесь. Вот. На кругом столе, где нам не сидят друг с другом. Начинаете. А где листочки ставите, которые с надписями-то. Листочки-то. Так, не знаю. Уже разговор закончится. Ни одного слова? Сидочки. Еще не знаю. А, там, где там, вверху. Позже, вот смотрите. Второе послание к Коринфянам, пятая глава, четырнадцатый, пятнадцатый стихи. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Аминь. Вот надо стоять здесь. Туда, туда лицом, чтобы... Вот это правильно было. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Толкование. Любовь Бога, которую Он явил в нас, объемлет нас и побуждает нас подвергаться опасностям за Него, когда мы обсуждаем хорошо сами с собой следующее. Так как Он умер за всех, то явно, что все мы были погибшими. И что Он для того умер за погибших и умерших, чтобы оживить нас. Итак, поскольку Он оживил нас, то мы не должны уже жить для себя, но для того, кем живем, кто не только умер за нас, но и воскрес. Воскресший на небо начаток наш. То есть, тело свое, чтобы всецело вознести нас. Ибо какая нужда была Ему возноситься, если бы не было, если бы не имело случиться подобного и с нами. Итак, поскольку Он умер за нас, поскольку Он оживил нас, и поскольку Он дал нам залог нетления, мы должны жить для Него, а не для похоти своих. Пожалуйста. Потому что Всевышний знает, что мы грешники. Хочу сказать, самое главное, что Господь еще сделал, умер за нас. Он же потом воскрес, но я говорю про смерть. Если бы Он не умер за нас, то не было бы Церкви Христовой, а Церковь Христовая, это Сам Господь. Господь нас к Своему, к Себе присоединил. Иначе не было бы спасения, потому что мы должны были быть искуплены им. Искуплены. А почему? Потому что мы находимся под гневом самого Бога, Отца и Иеговы, Творца нашего. И никогда Он на нас бы не презрел, если бы Он не увидел, что сделал Сын, а Он знал, что Сын сделает для этого все. И что мы приняли Сына Его, Единородного Иисуса Христа, в сердце свое, как своего личного спасителя. И только тогда, когда мы ходим, подобно как Он во свете, и имеем общение друг с другом, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна, 1 глава, 6-7 стихи. А вы замечаете, что от рассуждения Павла здесь, они настолько, как бы, не о том говорит он. Христос умер. Значит, мы спасти, но он говорит, что он умер, и потом все умерли. Как это? То есть, вывод-то делается совершенно не тот. И поэтому евреев, которые против Павла воевали, понять-то можно было. Вы кого слушаете-то? Вот это выражение, это первый раз такое встречается. Вы как-то слушаете, и мимо нормально, ненормально. А если это нормально, то мы ненормальные. То есть, Христос, чтобы доказать любовь, Он умер за нас. Доказать, что у Него ничего не осталось, до капли вытекла кровь. От нас требуется то же самое. И мы умерли для мира, чтобы жить для Христа. Вот ты теперь разбирайся, кто верующий, кто не верующий. Верующий-то по пальцам. И тогда по неволе будешь верить в католическое честилище, что идут люди почти все в ад, а там будут гореть, каются будут, через тысячу лет маленько из огня вылезут, а потом и дальше. По неволе. Мерка-то какая. И вот, видимо, я думаю так, вот на этой мерке останавливались очень маленькие, мало людей. Я знаю только двоих. Это Симеон Новый Богослов и Исаак Сирьянин. Почему Феофан Затворник побоялся их перевести на русский язык. Если их перевести, и люди будут читать, как Златоуста, они поймут, вообще мы все неверующие. Веры-то нету никакой. И все это что-то выгадываем. Вот у меня тут знакомые, ну, в путешествии были. Он на сегодня нают, то, что я его не называю. Я ему это в глаза сказал. Видно, что активный такой, из другого города далеко. встретил нас на пути, чтобы с нами встретиться. Там помогает. Я никогда не видел, как снимают. Он привез с собой рельсы маленькие. Он установил аппаратуру, и аппаратура по рельсам катится, он встал рядом, и она нас снимает. Вот вообще это... Дал денег на дорогу. Человек как бы незнакомый. И вдруг исчез нигде нету. Наконец выходит. Я на него наткнулся. Я говорю, а что ж ты так с тобой? Ну, у меня жена ребенка родила. Ну и что? Я женился, не могу прийти. Это третий. Ну, а быки-то у тебя целые остались. Поле-то посмотрел. Жена одного ребенка и уже... Я всегда привожу пример Александра Ивановича Устинова. Десять детей. Не четыре, не пять, а десять. Восемь сыновей и две дочери. Так это в советское время. И в церковь ходить не рядом, а ехать 60 километров под Искитима. И там еще по городу ехать надо было. И сад, и огород, и на работе работают. У нас только один работает. Я не вижу, где вот Михаил. Вот его работа. Он, наверное, токарь, заказчик, сборщик. Там все. Трава, это автобусный парк на нем держался. И у него было время во всяком деле, где бы Слово Божие не разбиралось, он там. И никогда не оставался, что у него дети. Это я уже говорю. Как будто у него детей нет. Вот пример. Это живые люди, которые мне встречались. Я с ними жил, я у него был. Я ради него и переехал в этот город. Ну вот ты услышал. Сейчас услышал. Подражаю ему. Мы умерли для мира. И не надо считаться ни с чем. Маленько где-то в ногах что-то заболело или вступило в спину. Все, я уже не пойду. Я пойду, так оборабаюсь. Упаду, ползти буду. В житиях святых есть. Один какой-то сейчас могу маленько не так сказать. Пальпири вроде бы. Он до того был насущен. В храм идти не может. Так он на четвереньках полз. Боком одной рукой видно подгребался и все. И вдруг видят Голгофа. Три Христа. И Христос говорит разбойнику, садись с Христа, коснись его. Это один раз такое в житиях есть. Видят Голгофу, в обратном направлении теперь уже время сыграло. И разбойник сошел с креста, подошел, его коснулся, он встал на ноги и пошел. Там в шоке была вся окрестность. Все знали какое. У него боли в животе были. Что там, рак был у него, язва какая, прободение желудка. Но это написано в житиях святых. Мы не можем отрицать. А раз написано, значит надо знать. Вера превозмогает. я умер. И считать, вот протопопа вакуум был. Когда его уже со всех сторон зажали, и все, он говорит, эх, Марковна, она совсем Марковна, как вы меня по рукам, ногам связали? Да я бы сейчас пошел, да я бы им там нарезал, я бы сказал. Она говорит, Петрович, Энто, там как-то такое, слово такое. Ты на нас не смотри. А у него ребятишки, как горох сыплются. Вот раскол фильм показывает где-то. Иди, посекай ересь посреди поля растущего. И он тогда не глядя на чего пошел на пропалую. Вот и все. Вот такую, анастасию Марковна надо рядом иметь, чтобы ее ничто не остановило. Я что-то свою Марковну-то не вижу, Гляну. Нету. Нету тещи. Там кого-то встречают. Вот такая штука. Вот там, Христос умер, и мы все умерли. Запомните, такого больше нету. Я когда первый раз прочитал, вот это значит, что анализировать надо, я подумал, неправильно написано. Христос умер, и мы воскресли. Дальше-то паэц говорит, а тут умер, ну радоваться надо. Да хоть ты умер тоже с ним. Вот как. Он умер за нас, а мы умерли для него. Отреклись от всего. Мы мертвы. Мир для меня распят, и я для мира. Христос на крестяне, для меня мир распятый. И для этого мира, и мир для меня распятый. Два распятых человек. Как я теперь могу к миру тянуться? Да я не могу, у нас сегодня собрание, родственники приехали, у Зои Шубина. Надо там глины печь, ну и видишь, что-то пеклось. У нее как-то сын у нас был, даже в общине Дмитрия. Спортсмен. А воскресенье, вот у нас еще тут пупков есть, воскресенье с собаками, ты в собаку превратишься. Воскресенье должен быть в храме. А как это? Я не знаю как. Или собак пораспродай, или как. В воскресенье должен, ну один раз отпросить, ну один раз там на выставке где-то, но не каждый день. Бывает, бывают исключения, дороги были. Вот о чем я хотел сказать. Мы умерли, и поэтому советоваться с мертвецом не надо. А то внучки у меня, дочь приехала, обойдутся без тебя, ничего с ними не будет. Ты свое сердце им не отдашь. Ты помнишь, как у меня Данила случил там? Внучка ее. О, отчаянный парень растет. Это мое выставили. И он ни под каким видом, он вот так вот весь в ходуном ходит. Я его зажал, лег с ним и лежал. Он орал, орал, а бабка там переживает в другой комнате. И наконец все кончилось. Я говорю, тащи вот такую в посудину. Она приволокла ему, говорю, плачь, пока полный наплачешь, тогда отпущу. Он сразу, как я, что вытер звезды. Ну вот так, он ее замордовал, бабку. Все. Мы это, умираем во Христе во время крещения, когда погружение принимаем. Вот об этом тут можно говорить, что и умираем в водах крещения. Это об этом здесь можно говорить? Нет, когда ты умировал, когда ты его принял. Это еще на крещение. А в крещении это уже самак завершающий. Понятно. Спасибо, Христос. Игнатий Тихонович. Это не о крещении говорится. Просто ты, он умер, и я эту весь, весь, до меня, до веры отслышания. Я понял, он умер за меня, я себе уже не принадлежу, я выкуплен им. И я умер для мира. И мир на меня не может претендовать. Да ты же вчера с нами был. У меня было в одной камере, я через 12 дней шел, и меня сунули в камеру. А там Цыган сидел, он дочь убил, она не поешь, это делал, он его зарезал. Цыган. А другой, где-то он в Германии был, тогда обмен учителями был, он там марок нахватал, а тогда строго запрещался, этот валютный обмен делал. Это его посадили. Посадили, маленько подержали, выпустили. А он сбежал с этого места поселения, но теперь его уже по статье. Ну они тут сидят, играют, я захожу вот так, только вот как сестра заходит, я камеру открываю, мир вам! Ну все равно, вы бог? Я говорю, нет. Я говорю, я не бог, я... А боги говорю, а я сегодня во сне видел, что к нам в камеру бог зайдет. Это у меня написано в книге, он мне написал. Я начинаю ему свидетельствовать, он все записывает. Все. Я ложусь отдыхать, ну там шконка называется, кровать железная где-то. Он сидит с Евангелем и всю ночь на прополу и переписывает, и переписывает. А цыган-то это, то его, он... А он цыган, на него прямо обозлился. Ты вчера со мной, только играем, мы вчера... Он молчит такой, молчит, вот как Роман сидит и пишет, Борис сказать, дело свое делает. Да ты вчера со мной был! Он вокруг него ходит, а тронуть не может, а парень-то сильнее видно его. Рождение! Я умер, меня нет того вчерашнего. Я это знаю момент, когда я каялся, никакого крещения там не было. Я встал, глянул, прошло не больше 10 минут на молитве. Я встал, это другой. Я всю биографию его рассматриваю уже со стороны, глазами нового человека. Так 23 года прошло, поэтому у тебя ребенок не верит. Вот она не знает еще, что будет. Но видно, что нет этой ревности, как у маленького Прохора, будущего Серафима Саровского. Но они слышат. Будет момент, когда может быть это проклюнется зерно из египетской пирамиды от фараонного тела. Она слышала, она знает, она видит Христа. Она слышала приветствие каким, Асана вышли. А оно как-то все сейчас еще не хватает, серьезности. Но поэтому от детства, чтобы вот так вот все ухватить, и видно было перемену. Эта перемена может нас испугать. Он пишет, он спиридон-то. Он маленький был. Он маленький был, он везде он все слушал. Кто-то говорит, вот в Иерусалим, это надо идти, это святая земля. И он пятилетний, поперся по степи, мать говорит, куда он делся, не знаю. Отец его на коне догнал. И оттуда плетью хлещет. Да куда тебя, черт понес-ка? Ну и он пятилетний. Вот у нас ребенок-то будет так фанатично верить, как надо-то. И мы даже испугаемся, скажем, что это такое-то. Это ненормальный, наверное. Бог дает нам пока средний режим, чтобы мы привыкли к этим. Но они не те, что в мире, это определенно. Не те. Семя в них сеется. И поэтому большего требуют. Я вот сказал бы, а кого ты видишь, что вот он избран, я рядом не живу. Но в деревне я практически так на одного могу думать только, но еще не знаю. Не знаю. По поведению, по всему, как бы избрание начинает просвечиваться. А оно бывает проявится позже. Вот я еду по Потеряевке, навстречу идет девочка. Я поздоровался, она меня хватает сразу же. А когда мы на благовестие поедем? А учится где-то там, в четвертом классе. Когда мы на благовестие поедем? Я до дома доехал, там уже плакать буду. Видишь, как Бог отзывается? Она не спросила, привез ли ей шоколадки, конфетки, она ничего. Потому что мы ездим, когда там бываем вместе, и каждое воскресенье мы едем по районам, когда мы снова поедем? Каждану они еще не понимают. Я попросил дать отчет, и как они написали отчет, это помещено, в книгах все у меня. Один запомнил, как ехали мимо озера, было много уток, а потом дядя Игнатий как говорил, а там одна тетенька была такая, она прямо верить не хотела, а я сказал ей, Бог есть, Ирюма. Вот и считай. Мы умерли. Вот к Сергею. Товарищи мертвецы, приветствую вас. Спасибо, Господи. Ирина Тихонович, вы говорили о Сирии, не это Исаак или Кремль? Я не записал. Исаак? Исаак. Исаак. Помоги, Господи, дай вам сил почитать его. Сирий и Семенов и Богослов. Вот два, которые я начитывал, и я просто говорю, вот если я начитывал, представь себе, полностью Библию, 77 книг, и архипелаг Гулаг в трех томах, не читать, а начитать с выражением, я начитал ровно за 30 дней. Люди не могут поверить. А это я считал когда, я больше 20 минут не мог считать, я полностью, надо считать это с выражением-то, а у него там такие обороты, что вот так, я сразу пью с медом воду и ложусь, минут 15 ложусь, а вообще не ложусь, а тут ложусь прямо пластом. И опять начинаю считать, 20 минут я полностью выхолощенный. Это их называли ангелы во плоти, или человек на небе. Он говорит, как мы причащаемся, как огнедышащие львы, и показывает, что мы из себя представляем, как. Это не Григорий Палама. Ну вот вы услышали, ну и все пока. Держись с самого середины, это Иоанн Златоуст, Блаженна Фефилах, тут мы проходим. Это для нас как раз. 16 стих. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Толкование. Без толкования, подожди, я вмешаюсь. Я этот вопрос задавал баптистам, это самое близкое к православным. Как это, отныне Христа не знаем по плоти, не могут, ни преститора, никто не могут ответить. Как важно бы находиться в церкви. Толкование дано. А теперь считай. Поскольку все, умерщленные грехом, ожили Христом через крещение, то справедливо говорит, не знаем никого из верующих, живущих во плоти, то есть по древней плотской жизни. Ибо все возрожденные духом, с большой буквы, ведут жизнь новую и духовную. Не плотскую, замечу. Показывает, что в том, чтобы не жить по плоти, мы имеем вождем Христа. И говорит, хотя и Христос был некогда по плоти, но теперь он не по плоти. Что же? Разве он сложил с себя плоть? Нет. Ибо он как пришел, так и придет, а пришел он во плоти и с плотью. Итак, что же говорит апостол? То, что мы называемся живущими по плоти, когда находимся в грехах, а живущими не по плоти, когда не грешим. Христос же называется живущим по плоти, когда был причастен в жизнь естественным и неукоризненным немощем. Каковы? Голод, жажда, сон, утомление. Ныне же он не есть по плоти, то есть освободился и от естественных, и неукоризненных немощей. Имея плоть непричастную, страданиям и бессмертную, чтобы говорить совершенно и с избытком научить нас не жить уже по плоти и греховно, но по духу. Поняли? Христос, когда ходил по земле, он заснул на море, написано, сказал жажду, алчил, что ученики пошли за хлебом. Теперь, когда воскресший, он теперь проявляется уже как воскресший Бога-человек. И того прежнего Христа мы в мерке теперь не можем применять к этому Христу, который воскрес. Того Христа мы уже не знаем. То есть мы знаем его, что есть, но уже пример берем из того, что вышло. Место очень интересное. Мы не знаем Христа, который жаждет. Он не жаждет сейчас. Мы не знаем Христа, который плачет. Он плакал здесь. Такого Христа нету. А то Божья Матерь плачет о мире, откуда еще набирает. Там другое все. Там все не такое. Он жаждал жажду. Он там не может жаждать. Он не достигаем для плоских неукоризненных слабостей. Неукоризненных. То есть желание поесть, желание отдохнуть. На вас двале лодки лежал. Волны заливали. Такого Христа мы уже не знаем. Мы обращаемся к тому, который Бога-человек. Он висит на кресте. И одновременно он на небе. И одновременно он в преисподней. И одновременно он на Марсе, на Луне. Он везде. Всюду, везде. Плоти он только находится здесь. Вот говорят, а есть ли инопланетяне? Ну, так понимают. Ну, если так в грубой форме сказать, конечно, есть. А какие? Ангелы, Архангелы, Херувимы, Серафимы. Начало силы власти. Павел говорит об этом. Что такое начало? С большой буквы. На ангела мы привыкли. Ангелы, крылья там у него показан, как Деви Марии, Гавриил. Там предстал Архангел Михаил. А как начало? Никто не знает. А что такое силы? С большой буквы силы. Это тоже какие-то существа. Никто не знает. Про Серафимов написано, какие очи у них, как они летят, как взывают. Шестикрылый Серафим на перепутье мне явился, Пушкин писал. Я спрашивал людей грамотных. Шестикрылый Серафим, это пророк. Пушкин пишет. Какой? Ничего не знает. Вот это знание, оно и должно быть. Знание божественное, оно никогда не может надмевать. Знание, когда на погибель другому употребляется, да беда вот эта, да это ничего не значит, да Бог не накажет, Бог милостивый. Вот это надмился человек. Вот я сказал сегодня, надмевает, и мне говорят, но надо вот, что именно надмевает знание. Но знание и надмевает. Один раз в Библии сказано, больше я не нашел. Зачем я буду применять, куда не надо? А вот это знание, это знание возвышает голову, а не надмевает. Как оно может мне надбивать-то? Я много знаю, с меня больше спросится. Тебе не обращаются. Я сейчас пришел, только пикает скайп. Там просят, там просят, выйти в скайп поговорить или ответить. Я уже закрыл, сейчас закачивается наше собрание ролик уже. Ужали, конвертировали, называют. Вот так. Не останавливайся. 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло. Теперь все новое. Толкование. Кто веровал во Христа, тот сделался другим созданием и стал новую тварью. Итак, мы не должны жить по-старому. Что такое древнее? Греховное и иудейское. Ибо древний грех кончился, и у нас стала новая душа и новое тело. А вместо всего иудейского у нас все новое. Двоеточие. Вместо закона – Евангелие. Вместо Иерусалима – Небо. Вместо храма – внутреннейшее за завесой. Евреям 6.19. Где троица вместо обрезания – крещение. Вместо манны – тело Бога. Вместо воды – кровь владыки. Вместо жезла Моисеева и Аронова – крест. Вместо агнца – Сын Божий. И так далее. И еще часто, когда это место сектанты приводят, они так говорят. И поэтому борода не нужна. Потому что мы новая тварь. И мы теперь поэтому без бороды бреемся. И с этого их не свернуть. Почему-то они за бороду ухватились. Непонятно. Говорят, а что вы, говорит, все, о бородец начинайте разговоры. Мы о заповедях говорим Господних. А исполнять ничего уже не надо. Вот написано же. Что там? Это иудейское все было. А теперь что? Теперь не то совсем. Апостол Павел, однако, говорит, что любовь есть – это исполнение закона как раз. То есть закон-то все равно остается. Он никуда не делся. Причем, когда нужно говорить об идолах, что иконы идолы, они обязательно вспомнят исход 20 главу Ветхий Завет. Но все-таки в конечном итоге, когда покажешь 25 главу исхода, что Господь сказал – сделай хирургимов. Они скажут – ну а что вы нам тут Ветхий Завет показываете? И в голове каша страшная у новой твари этой. У новой твари не должно быть каши. Все должно быть разложено по полочкам. Сам Христос пришел уже и умер. Тут уже не до игрушек. Хотелось бы пояснение вот к этим словам внутреннейшей Завесой. Что это такое? Это ссылка Евреям 6.19. Давайте сейчас откроем и прочтем. Это небо, особое место, где Господь прибывает, куда вошел после искупления рода человеческого. Этого никто не знает. Только говорится, как здесь было святая и святая, так внутреннейшая, не внутренняя, а сверх этого еще внутреннейшая. Как стражник посадил во внутреннюю тюрьму и забил Павла Вакова. Машизор. А там это наоборот царская палата и еще царский тронный зал, так скажем. Там он находится. Но это не плацки надо воображать, никак нельзя воображать. Просто верить в это и все. То есть есть небо, есть внутреннее, еще есть внутреннейшее. Вот когда Прокол, секретарь Иоанна Златоуста, стал патриархом, ну, к Златоусту по-разному относились. И он стал просить, Господи, а где он находится? Вот такое дерзновение имел. И, наконец, Бог показал ему рай. И он увидел там Василия Великого, Григория Богослова, там все. А Иоанна Златоуста нигде нет, он так опечалился, что нет его здесь. А ему тогда было сказано, он находится там, где престол Святой Троицы. То есть во внутреннейшем. Он один там перед ним. Да скажем, да это басня православная. Ну, хорошая басня. Послушать можно. Нам да. Нам приятно. Спасибо Христос. Вот с сектантами, когда разговариваешь, ну, просто говорят, ты вот бреешь бороду, брат, сказал. А зачем? А зачем она? Ну, зачем она? Это Бог решает. Он сделал так. У женщины растет у нее борода. Это явно же какие-то гормональные там устройства сорванные, а что-то началось у нее другое. Превращается в мужика. Ну, это и понятно. Ну, у тебя-то нет. Ты подколол под женщину. Это только садомит и желает. Ты же понимаешь откуда. Ему нужна мама в лице мужчины. Зачем ты это делаешь? Два мамы в одном доме? Зачем? Это мир так делает, и ты. Я с баптистами беседовал. Пресвитера сидят. Я говорю, вот, если бы все сейчас были с бородами, как у баптистов-то, все с бородами в девятом, десятом году еще были, в 1909 журнал «Баптист» создавался, все до одного с бородами. Вот Ленин сидит, их шесть человек. Старшему 30 лет, все с бородами. Его товарищи там, бабушкин. Все с бородами. Отец Ленина, Илья Николаевич, его такого же звания, все до одного с бородами. Фотографии сохранились? Если бы сейчас все в мире были с бородами, вот как Пидель Кастро, вы бы стали брить? Нет, конечно. Но вы по стихии мира поступаете, а не по Христу. По Христу образец Христа. Только непонятно, вот у Христа длинные волосы рисуют, он везде под плечами. Откуда это взяли? Ну, взяли. Ну, откуда? Взяли. Никаких, так он Назарея, не было Назареем. Не было. Он наречется Назареем, потому что из города Назаре-то. Вот я был где-то, да, это Алтаец на меня. А почему с Алтайского края? Алтаец это национальность есть. Здесь шоероты там разные. Есть. Но я русский человек, но вы же с Алтая. Ну, знаешь, с Алтая. Понятный? У людей не понимают, в Турции живет, да, это турок. Вот в Афганистане были, воевали, их все зовут афганцы. Это кто? Это афганец. А он, какой афганец? Он там был палач. Ну, как это называют, боевики или сегодня там ополченцы. Сеченцев так же точно. Сеченцев. Ну, ну, они бороды-то носят, ты-то зачем бреешь-то ее? Объясни. Никакого нету. И каждый день тебе надо скоблить, ну, а так лучше. Ну, кому это ты лучше? Да она у меня борода такая некрасивая. А другого у меня растет, у него борода. А у меня растет как-то вбок. Обычно, да. Ну, понимаешь, вбок, прямо кверху тут. Тебе зачем рассуждать? Бог сделал. Почему ты третий глаз на лоб не поставишь? А почему? А почему не сделаешь четыре руки? Четыре-то лучше. Ну, не сделаешь ты ничего. А бриться ты будешь. А почему брови не сбриваешь? Что смерть это? Ты брови. Сбрей. И на что будет похоже? Нет? Нарисуй, да выщипывайся. Все выпало, ничего у нее нету. Так это же не один человек, миллиарды скоблятся стоят. Как это? Грех. Это противление Богу. Да Бог пришел по телу, он ничего не изменил. Две руки, две ноги, одна борода. Так и осталось. Два уха, две ноздрюльки, один рот. Ничего Бог не изменил? Почему ты решил образ менять? Доказательства, образ. Вот они. Вот Николай Челатуре справа. Посмотри, какие у него волосы коробкие. У него косички-то нету? Нет. У Яна Златоуста, у всех. Никто не растил волосы. Сейчас священник смотришь с косичкой. Зачем? Сколько не говорили, если не сдвигается. Стой. Почему не сдвигается? Вот бывший нафанаил-то и романах у нас был. Ну, все, когда размонашился, женился и подстригся, все нормально. Это уже три года. Косу с... Я не к этому сказал. Это падение. Самопадение. Это падение, падение просто. Почему как падение, так нормальное, сразу голова. А как настоящий православный, так коса женская. Настоящий православный так говорит, чтобы голова плавала все время, как у Василия. И чтоб капуста в городе... Нет, капуста в городе, чтобы у рядом стоящего мирянина была. Это они любят очень православные. Ну, ладно, считай дальше. Папы. Восемнадцатый стих. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Толкование. Все же это дано нам от Бога. О чем речь? О новой твари. Дано нам от Бога, который примирил нас с собою через ходатайство Сына Своего, Иисуса Христа. Ибо мы не сами прибежали к Нему, но Он призвал нас через смерть Сына Своего. О бездна человеколюбия! Ибо Отец, пославший Сына, когда увидел Его убитым теми, которые нуждались в примирении, то не только не отверг людей, но дал, говорит нам, апостолам, служение примирениям, чтобы... Дальше, выделено жирным и почернутым Игнатием Тихоновичем. Ходя повсюду, были посланниками к отпадшим от Бога и приводили их к Нему. И комментарий небольшой на эти выделенные слова, на слова Феофилакта, комментарий Игнатия Тихоновича Лавкина. Комментарий на слова «Ходя повсюду, были посланниками». То есть об этом говорит Феофилакт. Ну что значит, «Ходя», то есть проповедуют. Они не проповедуют. Я эти слова выделил жирным шрифтом, выше подчеркнули. И теперь я их повторяю, показываю, что их надо исполнять. Они их не исполняют и не читают. Книги-то стоят, книги-то есть, но они мертвые. И Библия мертвая. Ее надо оживить Духом Святым, чтобы она написана Духом Святым, начать жить по ней. Они этого не знают. Я никогда не забуду, беседовали с Александром Менем. Он говорит, у нас православных, он священник. Вот такое мнение складывается, мы Библию читаем. Но как что, прочитали, себе записали. И сразу вторая кропа, делать наоборот. Опять прочитали что-то, делать наоборот. Что-то Володя плачет. Я вот вспомнил, я вчера в интернет, к одному священнику на страницу зашел, они раздают вот эти красные Евангелия, мне это понравилось. А следующую фотографию смотрю, он уже стоит там, эти автомашины военные освещает. То есть, Евангелие раздают, а учат совершенно, делают по-другому. Евангелие, написано, люби врагов, а он пушки отвечает. Ну, я говорю, Александр Менем знал, людей не хуже нас. И вот говорю, вначале говорите правду. Вот это так написано. А почему так делают? Ну, проще всего. Идите по всему миру. По всему миру? Так пойдут-то, наверное, не все. Все должны идти. Ну, а как же, надо сильные. Так, теперь мы из сильных всех выловим и построим большие стены, назовем мандрой, и туда их людей, и чтобы ни один не вышел. А над ними, главное, архимандрит, начальник над стеною, мандра-стена. И вот там на этом мандраже просидели 2000 лет. Никуда не вышли. Это надо придумать это, вылавливать людей, убеждать так. Ты болеешь? Хорошо, я тебе сделаю здоровье. Ну, ты согласись быть монашкой. То есть они по всему миру шантажировали. Так ты тоже хочешь быть голограмотным, умным? Это монастырь ее можно сделать. Обещайся. Они брали на крючок. Они рыстали. И главное, вот такой мужик там, добродетели, такой у него везде, детдома, все обихаживает. Он на нем как вот, а ты готовый монах. Он говорит, как если семья уже, выросли все. Он его монастырь. Что за режим сделали? Он полтора года и умер. А этот, который вылавляет их по фнутий, то опять по миру рыскает. Опять находит и находит хороших таких. Убеждает их, что только в монастыре спасение. Приходит в монастырь, помер, он дальше идет. Это киллер настоящий. И это в житиях святых описано-то. Да его надо просто сразу проотлучать, предавать анафеме его и извергать. И всех самых такие были. Все наоборот. Вот сказал Господь, не называйте отцами-то. Мы нас накажем отец в дьякон. Отец-чтец не нахватался с честь. И вот учитель называют, а учитель везде. Но если учитель, то и учитель. Это можно поставить учителями. Но то они прямо ррутся в это. У нас одна сестра, Валя Шитикова, кто ее знает, тут сестра, где это? Не, ну многие знают. Да. И вот она была в епархии работала, и в священнице к нашему, близкому. Ну все его так называют. Мирские-то люди его не называют, отец-то, а просто по имени и отчеству. Яким Тихоновичем. Ну его тогда еще не было. И она подошла и говорит, батюшка, можно я вас так буду называть-то? Как он сразу поднялся? Я понимаю, что это родни, ты ближе, но ты не родил его, ты это не соответствует. Если через него пришел человек, я родил вас благоуставанием, то это отец. Ну его прислали, говорят, как кота в мешке, знаете, никто не знает, отец. Ну узнаем тебя поближе-то, волк ты или отец. Ну и тогда уже будем называть. Нет, с первой минуты. И дьякон тоже отец. А этот вообще безмолвный и безмолвный. Все, что угодно у него найдешь, только не то, что евангельское. Какие качества-то? Почитай, каким он должен быть-то. Ну нет ни одного качества этого. Ну а сектам как было не родиться-то? Они очень легко рождаются. Одно место не так понимают, уже две секты. Одно место, любое. Сколько в Библии мест, столько сект. Аминь. Ну откуда это идет-то? Наставниками не называйтесь. Господь предупредил. Не надо, ты будешь наставником, будешь. И Павел говорит, у вас тысячи наставников, но я родил. То есть они есть наставники. Но они из кожи вылупаются, чтобы показать, что он наставник. Но никого не наставил. Он отбарабанил и пошел. Показывают медали, здесь у нас был. Но что не показывают? Наставить это... Почему обратить человека? Златоуст говорит, что нужны тысячи талантов. Я должен знать, как она живет, какое семейное положение, какая грамота, как она болеет, что для нее важно, какое место ей почитать. А крестить не надо ни одного таланта. Достаточно, чтобы священник погрузил и все. Это Иоанн Златоуст говорит. Мы же должны это учитывать. Поэтому надо все время учиться. Вот я вижу сегодня, кого нет, кто особенно нуждался. Вот постепенно. Ну и ничего, это естественно. Сколько простояли. Это героические народы у нас. Героические ребята. Не занимай их. Пусть они дышат нашим воздухом. Аминь. Это что они находятся здесь? Это на уровне подсознания. Я говорю, у тебя из дома какие вы остались с детства? А знаешь, мама иногда блины печет, а сама молитву поет. А я еще сплю. Она готовит. Я слышу, что она поет. Цветы, Боже, а сама блины-то оттуда таскает горка. Ребятишек-то много. И вот этот самый момент. Вставать-то еще неохота. И уже почти проснулся. И как мама поет, вот это во мне все сохранилось. А ты был, да какой я верующий-то? А вот теперь 30 лет-то наступило. И теперь я все это вспомнил. Мама, да если бы все вернуть. Да за одно это утро я бы отдал все, что у меня есть. Как я лежу и слышу, как мама поет. Поет и брякнула сковородка об сковородку. Я вижу, она блины вытаскивает. Понимаешь, вот это все надо иметь. И ребенок, он не знает, он сейчас отдыхает. Это его время пришло. Но на уровне подсознания эти слова окутывают его. Ты от него не требуешь, что не требуется. Я бы для ребятишек даже раскладушки в храме поставил. Устали стоять, ну сколько можно. Ну пусть они полежат, отдохнут. Может быть сладкий сон увидят, как батюшка возглашает что-то. У него во сне это будет восприниматься. Я изучал, когда английский язык, я наушники надевал. И на столе лежал, а рядом и Япония была. Это очень быстро дается во сне. Во сне. Я уже засыпаю и просыпаюсь, а звук идет английская вещь. Мне уже по-русски разговаривать неохота было. Как моряков надо сделать батут, батут ли ты. Вон они есть. Пускай висят там. Да учился, что-то начальник там начал спрашивать, а я ему по-английски пошел отвечать. Хорошо. Надо научиться входить в это. Вот больше ничего не надо. Я только его не трогаю, чтобы не упали. Можно даже на коечку туда лечь, чтобы нос не повредили. Она шмыгнется об стол. Разбудите их туда. Двоих уже можно выводить. Двоих можно, третий пойдут. На коечку разуются и полежат. Чтобы они... Идите прилетки. Ну смотрите, ладно. Говори. Комментарии на слова блаженного Фефилакта, ходя повсюду, были посланниками. Я сразу вопрос еще дам. Это 1900 лет уже прошло, и никто не дал комментарии. Мне просто... Ну почему никто это не сделал? Я отвечаю, потому что я еще не родился. Ух, как на это они все. Ну если я родился, было бы раньше. Но вы согласны, что это комментарий должен? Да, согласны. Но почему до вас никто это не делал? У меня один ответ, потому что я еще не родился. Да прямо аж лопается от злости. Но это действительно истинный ответ. Раз никого не было до 900 лет, Чайховский занимался музыкой, Пушкин занимался полэзией, Достоевский прозой. А до канона никого места не дошел, До блаженного Фефилакта. Так, Игнатин, это Иоанн 10 глава, И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Я тоже не слышал, не видел толкования, Что было ясного. Вот я и говорю, войдет. Когда вы сказали только, что... А я сказал, так просто, это так просто, да. Так бы сказал, выйдет и войдет, И войдет, и выйдет, и пажить найдет. И войдет, и выйдет. Я поясняю, как и откуда, куда он войдет, Откуда выйдет. По одному слову добавляю, поясняю, И все встало на место. Этим жить надо, и просить у Бога. Вот это есть призвание. Призвание растолковать. Не спорить. Дальше. Зайли мои комментарии, Меня они прям ненавидят, не знаю, как. Хорошие все издания. Ну, где ваши комментарии, Я глядеть не хочу, я просто перелистываю. А другой говорит, А что вы там еще в книгах свои стихи даете? Я нигде не считаю, я не люблю вообще стихов. А другой говорит, я только ради стихов и считаю. А другой говорит, только комментарии ваши ищу. На всех не угодить. Никак. Один молится, дай, Господи, солнышко, Так позагорать охота. А другой в огороде так засохло все, Господи, дай дождичка. Ну и кого Бог должен давать-то? Ну, даже солнце на всех не угодит. Удивительно, что еще в 11 веке В православной церкви Блаженный Феофилакт Так четко представлял смысл Служения, примирения человека с Богом. Это мои слова. Что я не так сказал здесь? Что я, значит, четко... В 11 веке дальше... Авторитет Феофилакту припоминал. Это мои слова. Я авторитет его поднимаю. Не через исповедь, приходящих с улицы в храм, И как можно более частую исповедь, И не через причастие, И как можно более частое прочищение, Как принято ныне. Но через проповедь Евангелия, Через примирение с Богом, Через заместительную жертву Иисуса Христа, Для чего апостолы и, опять выделено, Ходили повсюду, быв посланниками К отпавшим от Бога. Это я слова Блаженного Феофилакта Подвел к этому текст, И слово опять туда его. И опять снова текст, и опять это слово. Игнатий Ильич. Я вдалблю прям мозги. Ну а зачем вы вот заметили, Что они не так делают-то? Ну почему? Если бы вы вот это вот не заметили, Что они неправильно делают, Все бы хорошо было. Они бы и меня не заметили. Читали бы в запой. Они бы меня не заметили. И не читали бы. Вот как раз в этом-то и суть. Это приправлено солью. Оно стоит у них, Блаженного Феофилакта, Изменный Патриархият. И они его не читают. Когда вот это прочитали, А в моей этого нет. А потом почитал, Да правда у меня есть. А как же я не видел-то? Я его выделил, Сделал комментарий, И ты вот так. Только рассматривая одну эту фразу Болгарского архиепископа, Мы можем совершенно твердо, Безошибочно сказать, Что сегодняшнее, Сегодняшнее, В кавычках, Обращение в православие Идет абсолютно не евангельским путем. Ну, Это не таким. А как? Ну, ходил с бабушкой, Я привык теперь. Вот у меня племянник был, Мы выше оттуда, Из храма на вечернюю. Вот люди не ходят в храм. А ему большое уже, Лет шесть, наверное, было. Не ходят. Да. А я привык, стою. Я привык, стою. А бабки-то ему там суют, Трама, конфеты-то. Я запретил давать бабкам-то. И я говорю, Если еще только будет такое, Я тебе сумку повешу, Вот так, Так, унищик, На картинке-то, Большая сумка, И висит здесь. И ты с ней будешь стоять. Он вышел, А видно, Мы уже прикормили. Он вышел, А сегодня ничего не дали. Дядя Рома твой, Родной дядя. Надо считать, Дядя Рома. Продолжим. Девятнадцатый стих. Потому что Бог во Христе Примирил с Собою мир, Не вменяя людям преступлений их, И дал нам слово примирения. Толкование. Высказал, что Отец примирил нас с Собой. Дабы не сказал кто, Но Он послал Сына. Теперь говорит, Что хотя Он послал Сына, Однако призывает не один Сын, Но и Отец, Примиряющий с Собой, Собцом, Через Христа, Ибо это значит во Христе. И показавший такую благость людям, Что не только не наказал их, Но и примирился с ними, И не только простил их, Но и не вменил им грехов. Ибо если бы Он захотел требовать отсчета, То все погибли бы. Поэтому имеем повеление от Бога, Не возлагать на вас что-нибудь тяжкое, Но примирить вас с Ним. Поскольку мне с большой буквы говорит Бог, Не поверили, То вы не переставайте увещевать их, Пока не убедите. Видите, отчего эти слова Павла-то говорит? У людей нет представления, Вообще это нельзя, Как так? Адам вкусил, А при чем я? Адам вкусил запрет на плода. Ну положили яблоки, Детям сказали, Ну не трогайте, Придем, Вещь вам тогда уже посмотрю, Что дать. А пришли, Тарелка пустая. Ребенок выскакивает, Это не я, Оно само упало, И куда-то укатилось. Яблоко как, Ну ребятишки-то говорят. И теперь умирает, Два человека, Три, Сто миллиардов уже умерло, Миллиардов, Из-за того, Что коснулся там. Ну разве это справедливо? А вот этих словах, За это ты ответишь, Когда так думаешь. Примирил с Богом. Я разговариваю с мусульманами. Но вы понимаете, Что мы находимся Во враждебном состоянии. Бог объявил войну рода человеческому, Чтобы исправить его. А почему? Вот так Евангелие говорит. Так Евангелие же неправильно, У нас Коран правильная книга, Последний пророк это Мухаммад. Я говорю об Евангелии, А вы говорите, Вы понимаете, Что Бог не может прощать грехи, Как не может? Это не его свойства. Он не может этого делать. Вот допустим, Человек один прыгает, Два метра с лишним, Брумль был, Валерий такой тогда прыгал. Ну вот. А хороший академик, Ему 75 лет, Но он не может прыгать. Не может, не может. Во-первых, Потому что он старый, Второй хотя бы прыгнет, Он упадет, Переломится в бедрах везде, И шейка, Все отломится у него, Бедра. Он не может. Я говорю так, Это уже грубо, Отдаленно. У Бога свойства такие. А что, Бог всемогущий не все может? Конечно, нет. А может ли он сделать Такой камень, Который сам бы не сдвинулся? Считается, Это такой уже поднял. Я говорю, Бог не делает дурь такую. Сатанат, Я бросил камень, И ты не можешь перейти к Богу. Он тебе бросил это. Бог напишет, Он не может отречься самого себя. Не может. Бог не может отречься самого себя. Дальше. Бог не может солгать. Не может. Это не свойство Божие. Свойство Божие в том, Чтобы сотворил и сохранить. Он ничего не сотворил для уничтожения. Атвентисты говорят, Что все сгорит, Как солома, Ничего не будет. То есть сатана обольстил, Ни за чего не отвечать. Голубой понедельник На всю жизнь растянули. Бог не может прощать грехи. Как так? Да кажется, все молятся. Повтори. Бог не может прощать грехи За так, потому что он добрый. Не может. Потому что Сила греха, смерть. Закон. Закон такой. Закон Божий. Богом установленный. Возмездие за грех, смерть. Смерть. Он умер. А это дар Божий во Христе Иисусе. И он умер, этот дар. Христос за нас. Возмездие за грех, смерть. И Христос взял. И поэтому он примирил через Христа. Надо умереть. А Христос говорит, Я умер за них. Отец, прости их. Это образно сказать. Люди простирают к нему руки. А с неба гнев Божий, Как пламя не идет. А мы скрылись под крестом. Руки Христа раскинуты, И гнев ударил по нему. А мы под ним скрылись. Вот как можно нарисовать картину. И тогда Божий, Это Божье справедливость восторжествовало. А без жертвы, без жертвы нет спасения. Без пролития крови нет прощения смертным. Вот возьмешь за грядаши. Ранами его мы исцелились. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всех. Кровь. Это надо так понять. И тогда ни при чем уже все остальное становится. Не кровь, которая в чаши прищищает. А кровь, которая на Голгофе. А в чаши это вторичное. Это уже в литургии Евхаристии. У православных понятия совершенно нет. Сектанты здесь больше понимают. И принимают как баптисты. Они понимают правильно. Почему? Потому что еще не засорено Евангелие. Предрассудками, выдумками. Они цитируют как есть. Вот сектанты, когда говорят, они прямо берут места писания. У православных нет. Уж я не беру кого-то. У Осипов, Смирнов, Дмитрий, Патриарх. Он на память говорит. Зачем ты говоришь? А как? Так, как написано. Скопируй и копиркой поставь. В кавычки возьми. Христос, когда разговаривает с сатаной, как он ему говорит? Написано. Три искушения и три раза Христос отвечает. Написано. И все на этом кончилось. И сатана мог бы спорить. Он спорщик большой. Но здесь он не спорит. Я тогда подумал, что в словах Христа что-то такое, как лазерный луч, который прожигает насквозь. И он отступил. Теперь новый ищет искушения. А три искушения этого духа, это искушения всего мира. Это накорми, яви чудо, ну и власть, кто на тобой будет. Достоевский это объясняет великому инквизитору. И по-другому не может быть никак. Это единственный выход. А как вы думаете, до Марса достигнут? Вы слышали, эксперимент такой был. До Марса и обратно, чтобы долететь, требуется 366 дней. И специально сделали такую камеру. Поискали, кто согласится. И люди, но они не знали, на что шли. Эксперимент начался. И показывают, как они готовятся. Фамилии, имена, все, как у них было. И они заходят в камеру. Это все тогда снималось. Они заходят в камеру и за ними закрываются. Пища дается. А вот теперь разное там будет. Назначен там кто-то старше был смотреть. Берут анализ крови, дают за ними, смотрят. Так, прошло 7 суток. Вы пролетели по полтора миллиона километров. Они на Земле. На Земле как будто летят на Марс. Невесомости ничего не создают. Просто вас здесь нет. Никаких известий. Он говорит, у меня жена беременная. Скоро родить должна. Забудь про жену. Мы умерли до мира. И вот здесь начинается все дальше. И они начинают такие эксперименты делать. Так, уменьшить пищу. Еще уменьшить. Так, больше не брать. А у них там растут какие-то человек отходы. Кал там все на этом растет. И теперь вода, которая моча обрабатывается. И ты знаешь, что это моча. Троих нас, а приходится ее пить. Но она не моча. Она уже дистиллизована. Вот это знаешь. Психологически мы оказались не готовы. Я пью и чистое, но знаешь, что это моча. И вот теперь которая растет. И такое же черное, как кал. И он берет, толкет туда эту мочу. И больше есть нечего. Все убрали. И больше не дают. И я должен это есть. А там витамины, белки. Там фосфаты. Все есть, что требуется. Минералы. Вот. И вот проходит время какое между ними начинается, когда разногласия. Что делать? Несовместимость. Они специально делают. Так начальником не ты будешь, а вот этот будет. А начальнику маленько побольше давать. Разрешается натуральную пищу. Как эти двое-то на него смотрят. Вожделенно теперь. И уже они создают такие конфликтные ситуации. Корабль. Вернуть себе никак нельзя. Она за ними наблюдает. И вдруг однажды голос такой нежный. Девище-то. Они все ахнули. Мужики. Все настопорились сразу. Двое женаты, один неженатый. А их там шторка закрывает. В окно на них смотрят. И он теперь с часами сидит. Ну хоть бы раз она приоткрылась. Ну посмотреть бы. Ну что она там за такая. По голосу-то видно хороша. Ну а связи-то никакой нету. Но у них только берут то, что земля, которая уже отработана. Это берут. И он ей пишет письмо. Астронавт этот. И в эту землю закапывает. Ну как ей дать знать-то, чтобы она оттуда взяла-то его. А у них жених, оказывается, есть. Свадьба готовится. И она получила это письмо. И в дальнейшем, когда они вернутся, показывают, играют свадьбу. И она теперь сама говорит. Видно женщину. Ну вот у нас, возьмите. Ну любого можно сказать. Посмотрите на Маргариту, эту зверю. И она видна, какая она была. Ну на любую можно посмотреть и сказать. Догадаться. Ее просто видно, она была такая. В которой он влюбился. И вот они сколько миллионов километров. Наконец полпути. Если один из них скажет. Они подписали. В любой момент я могу прервать эксперимент и выйти. Но тогда пропадает весь эксперимент. А задействованы сотни людей. Там анализы. Все это берут. Это все пропало тогда. Их связали этим. Он подойдет только сейчас нажать кнопку. И дверь откроет. Они выйдут. И ничего не будет. Эксперимент закончился. То есть экспедиция погибла в пути. Но они все-таки додержали до конца. И показывают как они. Как они после этого друг с другом разговаривают даже не хотят. Настолько они омерзели друг для друга. Я никогда не знал, что это такое собака просто. Изо рта все вот это. Ну я тоже не думал. Ну и зануда же ты. Подлый ты гад. То есть они их подбирали. А на самом деле ничего это не помогает там. Я говорю, а были бы верующие вместе молились. У них бы никогда ничего не было. Они как сели и верулись бы. Такие же и есть. Я-то уже дальше подставляю. Если бы были трое верующие. Настоящие. Крепкие. А какие? Ну мы с Володей же не спорим. Два мужчины. Живем не один год. Раз ни одного слова нигде нет. Упротив. И я его не давлю. Он может сказать. Он знает свое место. Я знаю. Он облегчает мою жизнь. Будет утром. Вешаем я ложусь. Он сидит. Утром я встаю за компьютером. Он еще спит. Но в 4.40 звонок встанет. И вот нас о них поспорить. Им бы, чтобы мы распорились. Поссорились. Было бы труднее намного. Труднее. Вот с Игорем мы могли бы раньше поспорить. Поссориться. Но думаю, ничего бы у них не получилось. Он жил у меня за стенкой 13 лет. И ни разу сатана ничего не мог делать. Хотя с Богу подзуживали. 14 с половиной. 14 с половиной. Представьте, с Игорем. Это каково? И даже никакой нужды нет. Я тебе не сказал. Ты дом-то делаешь. Ты всегда помни. 14 с половиной лет. И для меня с Надеждой Васильевны был бы, чтобы уголок. Ну, есть там такое возможность. Я говорил. Некоторая возможность существует. Не больше, чем у нас было. Да, да. Если что-то случится, я не прошу, я, может, умру завтра. И туалет не над головой. Так что все нормально. Понятно? Да. Научитесь мыслить, реально войти в эту жизнь. Мы идем на небо. И должна быть совместимость с характером. Как прежний умер. Я во Христе, и ты во Христе. А прежний характер-то, он нигде не проявляется. Не нужен. Только один более сильный, тащит другого. Другой подрастает. Где-то этот стареет, а теперь этот его тащит. Это снисхождение, любовь. Нина Александровна, пожалуйста. Я, читая вот на этот вопрос, ваш ответ, по-моему, в пятом томе «Открытым оком», там, где вы объясняете, возьми здесь за грех, смерть, а дар Божий, жизнь вечного и Христе Иисусе. И там еще есть такая фраза, вот к этому добавляется, что Бог не может бывшее считать, как небывшее. Я, когда это место прочитала, первый раз на меня нашел страх настоящий за то, что со мной будет. Если Бог не может считать бывшее, как небывшее, а как же тогда мой грех? Меня вот это исполнило. Как же грех этот мешок-то, который меня сгорбатил? А куда он? И вот тут-то тогда и Христов встал мне на помощь. Вот такой момент был у меня. Бог забывает, не вспоминает, но ты никогда не забывай. Петр никогда не забывал, что он отрекся. Почему, говорит, борозды под глазами были, он плакал. Я отрекся от Господа. Да просил он тебя. Да знаю я это, но не могу ничего с собой сделать. От кого я отрекся? Да весь мир-то порошинки не стоит. Какой же я был? Господи, прости, да чем я сейчас лучше-то вчерашнего? Потому что он все время себя корил. Вот это настоящее христианское чувство. И ты знаешь, верующий не грешит. В нем пребывает слово. Первое Иоанна, которое я ставил, сейчас спорят. Как так? Это Иоанн говорит. Иоанн. Потому что в нас пребывает его слово. Мы не можем грешить. Не можем, то есть как, умышленно грешить. Он грех противен нам. И теперь мы другие. Но до этого ты курил, курил. А теперь верующий куришь. А какой ты другой-то? Ты самоубийцей был, самоубийцей остался. А ты должен навсегда от этого отойти. Был язык осквернен чем-то. Ты должен переполниться другим. А непрерывно Аллилуйя петь. Слава Церкви, Святой Божий. Двадцатый стих. Итак, мы, посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим. Примиритесь с Богом. Толкование. От имени Христова. То есть, вместо Христа посланы. Ибо что Он, с большой буквы, намеревался сделать, то мы ныне приняли, и как через Него, через Христа, призывав нас Отец, так и ныне через нас призывает вас, чтобы примирились с Ним. Не сказал, примиритесь с собой, Бога, но примиритесь с Ним. Ибо вы враждуете против Него, а не Он против вас. Ибо Бог есть и Отец. Он, словно погрешивший против них, посылает к ним, чтобы они простили Его. О богатство, милосердие и благо снисхождение. Вот православным что не хватает? И не хватает то, что у лютера не хватало. Праведной верой и жив будет. Я вакуум. Вот это верою, верою, а не тем, что он на настырь пойдет, не тем, что он будет день и ночь поститься и молиться. Верою, верою в Иисуса Христа, а тогда все остальное, и молитва, и пустынное житие, и все. А этого как раз на первое место не поставили. Верою. А что потом у лютера сделал второй шаг? Перевел на понятный язык Библию. Вот что нужно было бы. А дальше все стало, и не перегибать никуда. Вера без дела мертва. А он понял благодать, он полностью не признавал послание Якова. Вообще выбросил. В лютерами. Почему? А там говорится, вера без дела мертва. А при чем дело, когда мы по благодати? По благодати мы спасены в момент, когда уверовали. А дальше веру мы должны подтверждать делами. Итак, бегите, чтобы получить. От дел своих оправдается и осудится. Вот как. Он дальше не мог остановиться, его же понесло. Спрашивает, что такое умеется, а зачем понесло? Грех. Взял монашку и женился монах. Шесть ребятишек нажил. Как это можно понимать? Ну а теперь, хоть как ты понимай, Бог на небе, ты на земле. Ты уже сказал это. Ты носил эту одежду. Как у нас на Панаил. Он так много сделал. Книги благодаря ему изданы были. Он главный здесь. Не я. До восьмого тома он горстал. Дальше я уже сам делал. И поэтому я ему обязан. И всегда прошу молиться о нем. Ну а как я его молиться? Чтобы развелся. Это первое. Чтобы Бог разрушил этот нечестивый его брак. Он монах, он не имеет права. Так это семья уже дети. Пожалуйста. Семья, дети и ад. Это что дальше ты говоришь? Семья, дети и нарушители клятвы. Не клянись вовсе. А они дают присягу клятву, когда монахи-то. И нашлась какая-то, обручила его себе. Забыл все. Рязко забыл, что он на Панаил. Теперь Николай Николаевич. На Панаил никакого нет. Все. Его может быть ищут где-то. Да нет. Он был лукал, там, греческая. Старостильная. Старостильная. И там его никто не ищет. А мне его жаль. Я ему многим обязан. И поэтому ко всем друзьям прошу, всегда за него молитесь. Выход один у него, только через развод. Чтобы он вышел. Вышел и умер вне семьи. Это не семья. Это ворованная. Мне говорят, ну вы же против монашества. Нет, я за монашество. Чтобы монахи были, но для того, чтобы их учили, и они шли и благовествовали. Не сидели. И обета не принимать. И монастыри нужны, чтобы докармить старых священников и благовестников. Вот это была Мариинская обитель у сестры царской жены. Или совета была. Вот это правильно. Полюбила она, ухаживала за солдатами. Они ухаживали, сестры Милосфердия. Она к ней матушка. Вот такого Трофима нашла. Ну до того он хороший. Ну ну-ка оторвало ему деревню. Он и зовет меня к себе. Бог помощь тебе, душа моя. Иди, конечно, без тебя трудновато будет. И все. Никаких обетов нет. Она не монашка. Она просто была послушницей. Вот это самое правильное. А это даже во внимание не берут. Тем более она уже канонизирована теперь. Между прочим, канонизирована, чтобы руки по швам были. Это первая святая, какую я нашел, что руки по швам. С чем это весь связано? У Елисаветы. Сестры царской жены. Александры Педоровны. А у остальных так крещены? Она была Алиса. Ее крестили, она Александра стала. Ну это понятно. Крещение дается. Но как отец Фридрих мог стать Федором? Вот никак не пойму. Почему она стала Федором? А тот и знать еще не знает. А под русским подделать. И чтобы она как русская царь. Ну считают, что нельзя этого делать. Иисус это не наше имя. Павел не наше. Это еврейские имена. Ну мы же Павлом называем людей. А немецкая Фридрих не подходит. Ну отец Фридрих. Он не принял православие. Он был Фридрихом, остался. Как она стала теперь? Отца не отрекалась. Почему она Федоровна? На букву Ф одинаково. Так можно фукнуть вообще. Иисус Тихонович, за Нафанаила теперь не Нафанаил, говорите, а Николай? Николай. Не Фраила нету. Николай этого, на идее падшего. Падшего. Вероломно нарушившего клятву. Который был монахом, был священником, от всего отрекся. Вот когда Новый Завет, сейчас самым большим спросом у меня из всех книг, это к истинному православию. Это он помог сверстать так. И вот в каком виде Новый Завет-то есть. Это он помог корочку избрать, набрал. Теперь-то от него я копирую и делаю. Это он все, он. Вчера только в Америку опять отправили книги. На неделе два раза только в Америку отправляли. Нынче столько книг уходит, а их совсем немного. Но берут не полными комплектами. Бывает. А один тут белорус. Хороший, хороший, видно. Его звать Николай, так вот Микола. Подписывается Микола. По-белорусски. И выписывают группами, кажется, четыре раза выписывал. Ему раза в два в три дороже было. Но, видимо, я думаю, или денег не было, и решил проверить. Пропадет, так не все. Он как стан Якова разбил. И он выписал первые книги. Потом до шестого открытым оком. Потом до двадцать первого. А теперь давайте все. И попросил еще Евангелие Красное. И для Слова Божия нет ус. И регулярно рассчитывается по десять тысяч. Высылает через Вестон-юнион, при том, рублями. Видишь как? Вот это как бы не бывший Афанаил, но в таком виде его бы не было. Не было. Без отца Геннадия Фаста не было бы. Не было бы откровения, толкования. Не было. Без благословения Евтихи этого не было бы. Там благословение Евтихи дал. Видите, сколько людей задействовано. Вот в этом создании в каком виде? Там моего ничего нет. Моя заслуга в том, что я под ногами не путался. Я не понимаю ничего. И я делал, что нужно. Деньги, конечно, от меня. Все это. Я финансист. Но денег-то и у меня нету. Тут главную роль сыграла за деньгами вот этот Армандо работает Никита. Александр Викторович. Он крещённый Никита. Он тут спонсировал, помогал. И я ему обязан. Я везде и всюду должен. И вы их помните. Потому что сокровище для всех. Даже страшно подумать, что книги кончатся. А сегодня о книгах. А где можно эти книги достать? В интернете. Прямо звенит. А как это выписать? Я всё пишу. Обычно как? Доплаты. Никакой предоплаты. Я даю адрес, вы высылаете деньги. Сто процентная доверенность. Мне вам, а не я вам. Потому что я в интернете. У меня 2800 роликов, а я вас знать не знаю. Меня легко проверять. Мой адрес, телефон. Звоните. Вас я не знаю. Давайте. И они так и делают. Все пока одинаково. И пока ни одного обмана не было. Но один священник не смог рассчитаться. Я говорю, а потом уже денег маловато. Видишь, как Бог делает? На полном доверии. Они мне высылают деньги, ничего не получая. Но я насчитываю, сколько ещё за пересылку, за коробку. Они всё оплачивают. А другой бывает, ещё сверху накинет малейка. Это на ваши нужды. А другой выставляет везде это за вашу честность. Слово «честность» везде просто звучит и звучит. Честность, слово «честность» – главное слово в переписке. Это Бог делает так. Я благодарю Бога, что меня Бог избрал на это. Сначала выкорщил понятие о деньгах, понятие о харести. Вообще не знаю, что это такое. Вообще не знаю, я не тружусь, мне награда за это не будет никакой от Бога. Потому что... Ну, бывает, человек родился, говорит, родился с копцом. Поэтому награды не получил. Ему женщина что есть, что нет. На её смотрят, просто куча тряпок сидит и всё. А другой бывает, он, как говорится, конюшеный породистый жеребец, оржёт на каждую жену. Вот где-то. И он победил себя, он не ступил в грех. Вот он получит награду. Другой гневливый, чуть что он распушит, всё по сторонам, чёрт ты. А другой ему хоть, что говорю, он тутнулся головой, крючком, и сидит монах без одного дня до смерти. Ну и что? А вот он награды-то никакой не получит за это. А он получит. Он смирял себя. Он боролся с этим. А этого бы не было, не было бы много того, что уже сказано, на кого повлияли эти слова. А другие вот... А он будет на службе, я тогда не приду, я его боюсь. Я конкретно про него говорю. Я говорю, а это зря. Если уж кому бояться, так мне первому надо было бояться. А я сделал так, что он меня боится, может быть. А почему? Потерять друг друга. Вот это божественный страх. Браг, правильно? Аминь. Надо молиться, и Бог так всё перекраивает. Чувак, дела твои, Господи. Я никогда не забуду, как тут один Вадим, у них был хороший, с Четвергов фамилия, кажется, его. Четвергов, да. И вот он... Симоналистом был. Симоналистом был. И он полюбился мне, отвечает правильно, всё, я говорю, надо ему подарок сделать. Подарок к книге завернуть, отнести, там, ты че, жаловато будет, и прямо в храме его отозвать и передать. И получилось так, что брат говорит, да нет, да там никак нету. Володя, тогда тебе придётся одному. Он против. А он тут уже подхватил, всё понёс, и сказал, не пойду, а сам пошёл. Это притча показывает. Как это было. И они нашли его, и он всё получил, и я молюсь каждый день за него. Так, а я его не встречу никогда. А это никакого значения не имеет. Я его помню таким, какой он был здесь. А он может быть делать, я не знаю, почему у меня так всё хорошо идёт, а за него молятся. Молятся. Он сейчас-то где? Да не знаю я. Священник он однозначно. Ну что, он священник, он священник, да, но где он, не знаю. Я только молюсь каждый день. Он же на занятия приходил к вам один раз. Да. В конце уже перед самым закрытием занятий. Потом в городе он мне с тобой встретился. Один раз подошёл, прям радостный такой. И всё. Мы расстались. А в молитве он у меня его имя упоминает каждый день. Может быть, откроется ещё. Это любовь. Может быть, он там против что-то клепает, а мне это даже знать не надо. А если вы знаете, никакой роли не играет. Я только усилю молитву. Он дорог для меня тот, который был здесь, который в Алтайской миссии выступал и говорил правильно. Игнати Иванович, я думаю, что после бывшего Нафанаила вряд ли кто такой опус может о нашей общине написать. Это, наверное, уже последняя инстанция. Понимаешь, это уже притеча Антихриста. Но он-то написал в конце. И это вывод взял не тоталитарно. И сейчас на это ссылаются, все и говорят, смотрите, явно недружественный человек. Сколько он написал. И в конце делает тоталитарно самое это монастырь православное. Там полностью ничего нету, имение продано и всё. Так, если кто здесь заснёт и упадёт, то я за них не отвечаю. 21 стих. Они как дети, Игнатий, засыпают, потому что хорошо. Перетопили, перетопили. А не потому что глупые. Вот они, перекормили. Это там-то снимай больше. Я снимал только что. Ну-ка так снова ещё и там пригладь, там волосы сделай. Они ещё на себя не насмотрелись, они в зеркало даже в темноте смотрятся. Молодцы. Ну дальше идём. Так есть на чё смотреть. Но ещё есть на чё. Бог так сделает, что это семя, и из них бесплодно не уйдёт. Я по-другому мыслить не могу. Почему? Мы молимся потому что. Молимся. У меня дня не было. Сколько минусов? У меня дня не было. Никогда ни в пути, нигде. И это значит, где Бог тогда будет. И поэтому такие отношения, и вот всё остальное это Бог. Молитва, она ничего не значит. Это просто канал, через который мы имеем доступ к Богу. А всё остальное Бог делает. Полагает, выздоравливает, рождаются дети. Это не человек, не молитва. По молитве Бог делает. Вот так надо отвечать. А молитва у нас, что, звук. Хоть как-то напрягайся, потея. Вот вопрос у меня созрел такой. А вот апостол Павелу к Коринфянам уже второе послание его. Ну понятно, тут ещё община им создавалась. И он им так рассказывает, как будто бы у них понятия нет о смерти, о том, что Христос за них умер. Или он дополнительно для оглашенных это делает? Или просто у него такая манера была изложения своих мыслей? Мы молимся утром. И молимся. Господь, спаси их, помилуй. Родители, сродников. А молимся. У Володи вообще родителей нет. У меня нет. У Надежды Василия трое молимся, молимся о родителях. А они мне говорят, а каких родителей-то? Ни у кого нету. Я говорю, а это молитва слов говорит. Он предполагает, что кто-то рядом будет. И мы молимся от лица всей церкви. Я не могу это выбросить. Упокою Господи в обителях небесных усопших раб твоих и перечисляю родственников, родителей и всех православных христиан. Даже кто назывался. Я грешный человек, поэтому, может, так вот. Баварин, вот пойди, я за него помолился. Немцова застрелили, а я помолился за него. И прошу прощения за это. Почему? Он был крещеный. Ему нет помощи. Он лежит там, труп его ворочивает и следует. Мне жалко. Просто жалко. И нет его помощи он один. И думаю, я хоть маленько-маленько. Он про меня знать не знал никогда. Но Баварин знал, приезжал. Мэр города Барнаула. Давай-ка дальше. Сколько осталось на время? 17 минут. Еще 17 минут. Давай. 21-й стих. 16. 22-й. 21-й здесь нет, только 21-й. Так, я хотел сказать. Я сегодня читал о знании, вы поняли. Я считал не просто так. По одному человеку, который говорил надмение. Я когда вышел, отдаю и говорю одному тоже человеку, чтобы посчитали. Это я и так знаю. Главное надмение. Я говорю, о надмении нет молитв таких. Молитва от знания надмения. А знания от надмения только там, где и доложертвенное. Другого нет в Библии. Я не могу взять. А просто надмение, оно к нам. Когда он стал царем, написано Осия, надмило сердце его. Как я могу? Я не царь. И надмиваться мне нечем, чем тряпками этими. Рухлядью. Ни здоровья не слышу. Глаз едва видит. Чем надмиваться-то? Мне нечем надмиваться. А знания надмивают. То есть какое знание есть, и ты этим знанием давидал я. Буду есть и все. А другие не знают, этого едят и доложертвования. Толкование дается. Упорный человек, он не принимает. Я отдаю, не принимает. Это не моя. Вот это надмение и есть. Твои маленькие знания крохотные, уже ты надмиваешься над этим. Ищешь молиться против надмения, а сам человек надменный. Я о чем читал-то? Я не в воздухе говорил. Я вступление делаю в некое МСАРС, в некотором государстве, а человек тут и сидит у нас. Да, я знаю. А никто этого не знает. Никто и хорошо. Все сделали витву. Это очень государство. Мы вращуем, не называя имен, как Златоуз говорит. Вот. Кое-что я сказал. Прямо назвал. Почему? Потому что уже все знают это. Михаил Иванович и причащался. Ну вот грех. Какой грех? Он тогда стал говорить. Вот. Ну, Андрея, я прямо сказал. Почему? Я не то, что одобряю его, но сказал, что нет причины зацепить тебя. Нету. Но ты-то уже понял, что к тебе подходит. И ты уже на соблазн делаешь. Постарайся этого не делать. Я это не сказал, но это уже звучало в словах. И не называя имени, чтобы не сделать его еще более наглым, говорит Златоуст. Мы незримо врачуем его. Вот. Когда ты говорил о детях, действительно, это надо было сказать. И ничего тут особенного нет. Ничего тут нет. Никакой тайны. Если популярность в одном, то популярность в другом может все погасить. Ну, я тут постарался сглавить. Не переживайте. Все равно сеется. Потому что она, вижу, запечалилась, голову опустила. Голубушка. Надо знать, говорит. До времени. Не перегнуть палку. И мы думку дополняем. Он, как говорится, сказал более строго. А я более уже... Улегчил. Тебя будут осуждать и меня все равно, скажешь, потворствуют. Брат-то выступил. Вот. А какой брат? Он рвет налево-направо, как бешеный, говорит, там, мне выступают. Так не делают никогда. А вот вы сказали. Видишь, это разное. А я знаю, это все к месту. И он сказал к месту. Ну, я уж просил у Бога, как сказать. Если есть место. Только знай, что семя, которое они слышат, оно мимо не пройдет. Оно даст плод. Матери не будет, отца не будет. И она тогда вспомнит и скажет, а я их слышал. Это где-то там, на уровне подсознания, как говорят. А я скажу, в особых тайничках души. Игнатий Иванович, дело все в том, что еще пройден опыт Потеряевского лагеря Стана, вашего, где мы тоже имели возможность послужить. В общем, вы имеете в виду, ребятишек, лагеря, подготовьте, сами приехайте с ними, или как отдохнете. Вот это общение с детьми, как идут там занятия, костре, это очень близко. Да, конечно, это очень важно. Плотниковы, ты их знаешь. И ребятишки оттуда пишут. Там была у них не Маргарита, а Казашка, как ее? Валентина. 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 Катя. Да нет. Из Казахстана. Из Казахстана, которая дочка-то, она, Казашка-то, она удочерила ее. Агне, по-моему. Нет, это я не знаю. Анкелина? Агне. Нет. Ну, как ее назвать? Ну, она написала там даже. Если что-то осталось, а Россия вообще, памяти хорошая, это только потерялся в лагере. Как они были здесь, представьте, они из Ченкента приезжали. Лагерь, он незаменимый ничем. И поэтому, запутреннее ранее вставание, молитв, чтение Слова Божия, они купаются вместе. Это нельзя создать искусственно. Это на костре, песнопение. У нас там ездят поиграть, когда придут и все. Просто подумайте, поговорить с хозяином, сами приезжайте, на несколько дней рядом поживете. Все, знакомо, знаете-то где-то. У нас были нападки, что-то маленькое посадили-то, сделали заграждение. Мы заботились о сохранении. Да, я хочу сказать о лагере. Подошла к Анфисе, к твоей сестре. Она уже такая красивая, высокая. Я говорю, Анфиса, помнишь, ты когда был у нас костер, костер в лагере, помнишь, ты стояла и плакала, и всем кричала. Начался дождь, и все побежали, все-все побежали. Батюшка скорее там это, на машину все уезжают, все бегом. А она кричит, я говорю, ты чего кричишь? Она плачет. А вы куда же побежали? А вы куда же? Я говорю, ну видишь, дочек, она говорит, так мы же не помолились. А вы куда бежите без молитвы? Я говорю, ты Анфиса, помнишь? Она такая девица, она вот была такая. Вся в этих веснушечках была всегда. И стоит, и вот так руки, и держит всех, как бы людей. А как она может, она махонькая? И все ее оббегают, оббегают. Я говорю, ты чего? А она говорит, не помолились же, не помолились, куда бегут-то? Вот это мне, она говорит, я не помню. Ну, конечно, она не помнит. Это понимаешь, я по этому, то, что сеется, это мимо никак не пройдет. Она как раз и говорила, когда ехать на благовестие? Теперь можно сказать. Видишь как? Она как-то высказала. Посмотрела, никуда я замуж не пойду, дома так хорошо. Ну, дай бог им. Можно, пожалуйста? Маленький. Да, пожалуйста. Игнатих, а вот вы про казахстанскую девочку говорили. Ангелина. Все-таки она ангелина. Вы помните, была выставка, когда была выставка, сделала фото-выставку, которая называлась «Заповедник веры». И когда входишь, перед дверью была такая фотография увеличенная. Вот это не эта девочка. А что, как она? У Шалаши сидит книгу читает. Да, вот так вот открыто. В Шалаши? В Шестой своей. У Шалаши? Нет, нет, нет. Это Черемушкин. Это Черемушкин из леса, из Енисейска. Из Енисейска. Мать у них ушла, привозила два сына и две дочери. И мать ушла в монастырь. Один из сыновей вышел, самый спортивный парень у меня был. Он такие солнышко на руках раскручивал, а развитие это было, желало лучшего где-то. И вот приехали, приехали как с неба свалились. Ко мне в барону приехали, ничего нету, даже головного убора нету. Ни постельно, ни мая, ничего нету. Я говорю, да как же так-то. А в то время-то еще деревни не было, лагерь-то. Я должен был возить, потом зимой куда-то прятать. Мыши съедали, разные склады под землей. Там что было-то, там не выскажешь сколько. Там заяц не найдет, где мы все прятали, ночами копали ямы. А это же весной, снег там и все. Ну и вот, этот парень-то, он не очень так был, но... Я сразу посмотрел на него, курит он, шельмец такой. И пришли ко мне на работу, а там помещение было, и сиденья такие, лежаки лежали. Как в машине-то, я говорю, если я найду у тебя, то я тебя буду драть, там 20 горящих. А горящих это сеткой, ручками, это очень крепко. Если согласен, то, значит, беру тебя в лагерь, отпарю, возьму, а нет, значит, езжайте домой. Мать ему сразу, Дима соглашается, его Митя звать, Димитрий. Ну, он пошел смело, да нет ничего, только заходит, я вошаюсь за одно место этой куперосы. А он, когда его отодрал, он крепкий такой, мам, а как же дядя Игнатий так мог найти сразу-то? Так он, где был дядя-то Игнатий? Он все заначки ваши знает. Где? Ну, я его расположил, он лег, но тут я ему уже всыпал по полное число. Он половину выдержал от мужа, я в туалет сбегаю. В туалет сбегал, после я его еще вздул, как есть, и приехал. А в другой Славик, кажется, Вячеслав был, двойняшки или не знаю, ну, помоложе вроде. Нормальная. А девчонка, которая сидит в шалаше, она вредная-вредная такая была, которая в Библии считает сидит. Это нормально. А та, которая вреднющая такая, Даша сидит в шалаше. Ну, просто на удивление, вот такая вредная девчонка была. Я орет, а наказать надо, она провинилась где-то. Мать, ну, я за нее приму наказание. Мать, это никак. Я бы мог тебе, но... Я должен на разные компромиссы был идти, чтобы наказание есть. А когда я беру, даю им, тогда меня парите, тогда вы. Тогда я должен понести ваше наказание. Она сделала там что-то, изрезала или что-то. И мать их не приучала к труду. А за лето они чего-то научились. Вот такое. И как раз был Волобоев, он все это снимал. Понимаешь, есть что вспомнить. Потому что это был труд. И он вышел. Как дела ваши, дядя Игнатий? Как научился курить? Такой курякой остался. А теперь-то ему уже 30 с лишним лет. А ребятишки вот эти, которые в кадетском корпусе-то, они вот здесь вот, и эти двое шоферские ребятишки, вот прям в соседнем доме оказались вот, и встречаются, здороваются. Да? Да. А они пакость-то какую и делали. А этот вот, который, помните, измазал-то нам этим. Вот он напротив был, проходил мимо и здоровается, кричит. Да, Игорь, мир вам! Он здесь же был. Нет, он сюда пришел. Я говорю, ты где? Учусь. Я на кого? На бармена. Я говорю, вот это да. Я говорю, и... И что? Ты водку, что ли, больше кто-то перепьет или что там? Он, да нет, наоборот. Вот, я должен трезвенником быть. Я говорю, ну давай, дай бог, чтобы не пил-то ничего. Ребятишки, все-то обиделись, а там у нас корт такой играет в этот, настольный теннисто. Они, то, что из них вышло, они законсервировали, принесли и стенки обмазали изнутри. У них больше ничего и нет. Там все-таки не было. Приехала мать, привезла девочка, ну вот такая вот, да поменьше, меньше, нет, только лет пять. А парень-то другой побольше был. Они познакомились, она ему что-то, картинки, а у него ничего нету. Он ее завел за келью и показал писю. У него больше ничего и нет. А она-то, что удосужилась, удостоилась, такого прибежала к маме и сказала, мама, а он мне писю показал. Это разбор какой был. Там он своих воргает, но у него, правда, еще больше и не было. Я ни чужое, ни воровал. Ему наказать-то, собственно, не до что было. Ну, просто не по-евангельски. Ну, такое, ну-то это. А вот Люда, Люда, сестра, теперь же проговорился, сестра его, я говорю, нужно теперь знать, как. А она его не заметила, а он где-то там под подушку залез, видно его. Ну, утром гимнастику сделали, за водой сходили. И уже вот-вот осталось минут 15 до завтрака. Дрова напилили, глянули, а его нет нигде. Она кинулась, а он там в этой келье-то в угол забился, подушкой накрылся, его не видать. Она его оттуда выволокла, схватилась за руку, я не знаю, перекрестилась, нет, и рванула кружку, взяла на источник около костра, подчеркнула там, сказали, прибежала скорее к гимнастику, пилой два раза дернула и успела в обед снести. Это Люда, Женя, адвина сестра, это дочка. То есть она все вложила, никто ей не говорил ничего, она сама поняла, что нужно войти в график. А уже теперь сжаты. Вот это самый правильный подход. Она никого не стала винить, но это и я виновата, и поэтому она выправила за руку его и пронеслась, как вихрь повсюду. Она поехала с нами в Москву, это Люда. И там солдаты-то когда идут к мавзолеве, там вот так вот, вот так ходят и поднимают. А я стою, говорю, просто разнил в сторону. Она от меня оторвалась, а к солдатам этим подошла и идет в мавзолей. Девчонка гром. И писать на Красную площадь, и к солдатам к этим это винулась, и ноги пошла поднимать, и руки, как они, все так. А наказывать нельзя было. Если за волосы возьмешь, так пучок в руках останется, волосы слабые были. А дорогу-то нечем наказать. Удержу нету. Она думка и держит сейчас все. Какая она была такая, такая она осталась. Ну вообще, Игнатий Ильич, вот в лагере чувствует соединение отцов и детей. Да, очень. И тогда все эти вопросы там закрываются. В лагере там все вопросы эти закрыты. Я не знаю почему. Ну я скажу почему. Вот они приехали, приехали из Тобольска. И я услышал, как он мать обозвал, или мне передали. Я сразу ударил в колокол. Как-то он назвал, мать нехорошо. Дубина. 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 Дубина, да. Ну и в колокол ударил. Так, выйди сюда. Говорил, говорил, мать, выйди сюда. Это твой сын, твой сын. Понимаешь, у меня на все есть наказание, а на это у меня нет. Здесь Бог берет. Написано, злословище отца и мать смертью умрет. И вы, он приговорен к смерти, и я вам отказываю в лагере быть, чтобы не попасть вместе с вами. Вы обязаны сейчас быстро собраться и уехать отсюда. Из лагеря. Я не могу вас держать, потому что над лагерем нависит домоклов меч. Она-то, а как это так? Я говорю, ну выход еще есть. На колени. И я его вздую по первое число. Ты его накажешь где-то. И чтобы он обнял тебя, поцеловал и в ногах, как говорится, валялся где-то. Ну она поговорила, он согласился. Ну, отремонтировали все. Не, ну раскаяние-то было, он как плакал-то. Ну да, все было. И остались. И никакой дубины не было. Лишь какой сход. Теперь они вместе с матерью поехали. Ну она допустила до этого, что так с матерью разговаривает. Так после этого у него беснование началось. Он там валялся, там все. А потом оказывается, я говорю, а в чем такое? Я говорю, а вот какие таблетки принимает она? Ну конечно, я говорю, ну принесите, что за таблетки? Она несет вот такой пакет. А вы как раз уехали. Хорошо, телефон. Я звоню, говорю, тут оказывается, говорю, у них целый пакет. То ли наркотики, то ли что там, таблетки, порошки. Я говорю, а что он принимает? А вот все, что здесь есть. Я говорю, я за свою жизнь, говорю, ни одной таблетки не принял. Вот сколько есть у вас в одном флаконе. Вы что делаете с пацаном-то? Конечно, он валяется, пена. Ну и все, перестали ледовать эти таблетки. Парнишонка вообще исправился. Блеск в глазах. Румянец на щеке и стал другим совсем. Видишь, как мы могли, ну не делать. Это архиерей, приехал к нам, архиерей. Привозят там, кажется, племянник назвали. Ну нормальный пацан-то. Ну архиерея, прислушает в алтаре. Он в первый же день раз от вас сматерился. И сразу подвели. Это что такое? Приехал, кажется, он тоже с братом, с Михаилом. Да. Ну они-то родные братья. Ну вот такое дело. Я должен наказать его где-то. А пацан-то упорут. А я не хочу, мы никого не будем. Ты должен сам зайти и попросить, чтобы тебя наказали. Или выехать. Ну и все, собрались и поехали домой. Нам зачем эта скверна нужна? А вот с парнем, который нам это так сказал, тут я таких не наказываю. Потому что здесь Бог прямо говорит, это моя прерогатива, я накажу, я убью его. Смертью умрет. Такие люди, которые засовывают отца и мать, написано, смертью умрет. А зачем я буду вмешиваться, когда Бог уже взял на себя? Бог главный исполнитель приговора. А если я его не исправляю, выходит, я попадаю вместе с ним. Поэтому некоторые судят, они ничего не понимают. Вот у нас приехали профессор психологии, там же. А где вы там учились? Я нигде не учился, я Библию читал очень внимательно. Я же из Библии все цитирую, называю глава стих. Я вчера читаю, что все знаю, кажется, она и здесь. И вдруг читаю седьмую главу книга судей, и столько нового нашел опять для себя. Несколько проповедей родилось и отошло. Мне нужно, вот я скажу даже, что нужно при жизни хотя бы найти человека, который бы занялся моими стихами или проповедью в стихах. Вот Игорь занимался, он прочитает, а потом второй раз, сколько тут, а третий раз. Да на это толковать или еще надо толковать или. Я стихи эти читаю, Володя, я ни одной строчки не могу признать своей настолько. Сегодня я выставил «Тишина и музыка», как их соединить. Это вообще, это настолько выше моего уровня развития. Я ему говорю, а как я его написал? Ехали с Желтухиным, священник у нас был. Ну тут мне пообещали сахар, дали мешок. А он везет, у меня рассчитаться нечем. Я ездил за мешком, но мешок это ему отдал, хорошо хоть доехал. Но пока ехали, а у меня с собой сумка, бумага и картонка. И я ехал в стихотворение, про музыку написал. Как мне казалось, хорошее. Утром встал, нету. Все обыскал, всюду нигде нету. Ну нету, нету. Тогда я помолился и снова написал. И понял, что второе, которое сейчас написал, оно лучше того. По-хорошему я бы его не оставил. И Бог поэтому мне его просто убрал, сахарно украл. И написал. Теперь Витя положил на музыку, Савченко. И сегодня, вот я выставил воскресно, тишина и музыка, как их соединить. Тишину и музыку. Вам это будет полезно, зайти в наш интернет или на видеоканале, показать ребятишкам. Именно музыка. В грохоте громов. Писал куплет. И при тихом уже ветре заканчивался такое. То там орлом летит, то ползет улитка. Это строка, какой ритм. Бог дал нам дело писать стихи для музыкантов наших. То есть я пишу, а тут будет положить на музыку. И так это одно с другим. И сонеты с повтором предыдущей контакты. Это называется как это. У меня одно стихотворение на 3467. Одно такое. Потому что я там огорчился, а Бог меня успокоил. И надо, чтобы кто-то нашелся, обладающий поэтическим даром, большим, чем я. Он у меня, я вот даже не знаю, есть он или нет. Видимо, что-то маленько было когда-то. И чтобы смысл этот открыть, это Игорь говорил, тут надо толкование писать. Да вот это, Игнать Иванович. То, чем пыталась Марина заниматься с вами, когда, помните, она исправление делала в книгах. А потом вам начала делать в стихах. А у ней же вот этот дар ритма есть. И она говорит, ну можно, говорит, исправлять. Но она начала, там, несколько стихотворений исправляла. И Игорь Тихоновичу принесла. Он посмотрел и говорит, ну это же уже не мои. Ты устал, как есть-то. Нет, нет. Именно раскрыть смысл, ничего не выправляя ни одного слова. Мне нужен человек, знающий отлично священное писание. Вот на стихи, ну когда книжку издают, то, говорит, такой-то поэт дает рецензию впереди. Я кому подсовывал, никто не берется. Я, говорит, не понимаю, о чем вы пишете. Он не знает, там написано, выправь сноб. Какой сноб? Ну, сноб, который видел Иосиф во сне. Это жизнь выправит свою. И люди не понимают аллегорическое выражение. Мне нужен человек, знающий писание, обладающий даром поэзии, чтобы он начал смотреть кое-что написать хотя бы. Люди просят, ну дайте толкование на стихи найти. Все, Сергей, говори, на чем закончил. Ну, кое-что и взялся. Мне поэтичный читатель, зато меньше всего нужен. Поправлять-то нечего. А именно смысл, который там заложен. Знание, Слово Божие, у тебя есть. Потому что там, когда говорится о чем, там называется, это экстраполяция, перенос событий издалека на сегодняшний день, и потом второй перенос конкретно к читающему. Это очень непросто считать. И когда человек считает это, так это против меня, говорит. Это тоже против меня. Видишь как? Все против нас. Да там все против человека. Там за человека как раз все. И против вот этого человека. Открываем человеку. Молитесь? Не, скажите. Ну-ка, открой там дверь. Где мои молитвенники? Мы еграем. О! Сегодня есть молитвенники. Откройте дверь, откройте. Аккуратно, аккуратно. Самый маленький у меня слева. Девочка слева, а мальчик справа. Ну нету таких там. Да как нету? Тараси есть. Тараси есть. Тараси! Иди сюда, голубчик. Мы бончик нашим. Правила не будем нарушать наши. Так, Елена, выйдем маленько поближе. Все это, чтобы видела. Вот, посиди ее. Она должна видеть все это, как делается. Это в лагере, это в лагерный порядок сюда переносим. Где они? Давай, Лену. А у Ены нету. Лена уехала. А вот, знаете? Лена уехала. А вот, одна, это. Так, а ну-ка какая меньше. Кажи сюда. Леня, огнюшка. Огневый. Рядом встаньте кто кого. Вот они, да. Да, да. Ну? Не, по размеру. Ой, по возрасту. Ну кто из них? По возрасту, по возрасту. Да по возрасту. Ботинки-то у кого? Ну как… Нет, нет. Все это по возрасту. Возрасту. По возрасту. Агния, она самая младшая. Мне рост нужен. Ну пускай она нечего. А сколько возраст ее? Сколько лет тебе? Семь. А тебе? Семь. Надо не считать. Когда ты родилась? Декабря. 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 А ты когда родилась? Твердый год. Вот это моложе. А ты тогда это все. Ты уже старший. Сюда мальчика надо. Вот в лагере. Если кто-то уезжает, то следующий по возрасту. Почему так? Не надо спрашивать. Это мой порядок. Они нуждаются в особой опеке, поэтому я держу над ними особо заботу. Господи Боже наш, слава тебе. Ты дивно велик. Ты собрал нас под кровь твой. Хвала тебе. Народ израильский встречал тебя. Последние пророчества сбывались перед двоим распятием. Будь милостив к нам, чтобы наш голос не был никогда среди тех, которые кричали распни, распни его. Мы верим, что ты грядешь на облаках силой и славой великою. Помоги нам встретить тебя радостно и сказать благословен грядущий во имя Господне. Все, что мы здесь слышали, сохрани в наших сердцах и благослови этих деток. Поставь твою охрану над ними святую. Благослови родителей мудро поступать с детьми и быть добрым примером для них. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Боже всемогущий, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Господи, услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй их. И прищи добрые жители, и приготовь всех готовящихся к окрещению, и расширь пределы общим, даруй мир нашей стране, Израиле и Украине. Благослови правители, патриарха, епископов, священников, даруй им всем духовное рождение. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу слава. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Закрывайте сразу. Давайте быстро соединиться. Ой, наконец-то. Спасибо. Спасибо. Спасибо.